здравствуйте я сейчас хочу поговорить о репетиторах и репетиторстве каком случае семья и ребенок решают взять себе репетитора в частности по математике в одном случае если ребенок очень хорошо успевает по математике и желает добиться еще больших результатов то берется сильный репетитор который тоже сделал карьеру свою в направлении математики и достигают успехов пытаются во всяком случае второй случай когда ребенок плохо усваивает математику и тогда приглашается репетитор для дополнительных занятий в первом случае кажется все просто ребенок прекрасно успевает и желает достичь новых вершин это радостный случай здесь все хорошо а вот во втором случае когда у ребенка все таки пробелы или сложности в усвоении математики и здесь вот требуется дополнительное занятие давайте посмотрим глубже что кроется за тем что ребенок успевает и ребенок не успевает по математике в частности давайте глубже спустимся на уровень интеллектуальных возможностей человека и интеллектуальных способностей человека давно известно что люди делятся в таких большие группы это гуманитарии и логики и так давайте говорить честно если ваш ребенок гуманитарий то в основном ему будет сложно даваться например алгебра может быть менее сложно будет геометрия вот тригонометрия будет сложно даваться что в этом случае делать речь идет не столько об усвоении материала и не столько о выборе репетитора хотя выбор репетитора очень важен и я позже перейду еще к этому вопросу и так допустим ваш ребенок пришел в вашу семью и оказалось что он гуманитарий ну некоторые говорят там в дедушку удался или там бабушку удалась вот это этого вопроса я сейчас не буду касаться кто куда удался в кого а вопрос в том что пришел такой подарок вашу семью ребенок гуманитарий плохо идет математика точные предметы но это же нормально правда же это же хорошо что плохо идут у гуманитария у гуманитария плохо идут точные предметы это прекрасно так и должно быть но возьмем другую другой случай что предусматривает в этом случае наша программа наша программа ничего не предусматривает она не делает различий между гуманитариями и логиками говорится о том что ах как хорошо эмоциональный интеллект да это относится гуманитария но есть и логический интеллект что тоже великолепно но давайте же делать отличные и различные программы для гуманитария и логика ведь это же невозможно когда балерине даются боксерские перчатки вот это то что делает наша система образования с нашими детьми что в этом случае происходит в этом случае происходит определенная недооценка себя как личности а это ведет уже к более серьезным последствиям в плане развития психоэмоционального психофизического и возможно могут даже развиваться хронические заболевания на на основе каких-то каких-то неврозов постоянных и недооценки себя как личности что в этом случае делать конечно мы не сможем переделать нашу программу хотя кстати в индии есть отдельные программы там где детям преподают именно гуманитарные предметы и это прекрасно это философия это танец это история это множество языков это там где гуманитарий будет на высоте если у вас ребенок гуманитарий вы пожалуйста это будет очень хорошо если вы даже вот обратитесь ко мне мы можем вместе с вами подобрать какое направление лучше для развития вашего ребенка но если так случилось что все-таки ребенок должен сдавать экзамены по математике что в этом случае я бы сказала бы для того репетитора которого нужно подобрать для данного ребенка и так берем классика что говорят классики в плане различия интеллектов гуманитарный и логический так назовем эти две ипостаси которые даются ребенку при рождении и так дается то что ребенок ни в коем случае не должен чувствовать своей ущербности учитель по математике должен очень высоко относиться к самым маленьким подвижкам своего ученика учитывая его наклонность в совершенно другой сфере поэтому для того чтобы заинтересовать ученика или вашего ребенка в неплановом освоении и не в соответственном освоении своим способностям предмета рекомендуется найти такое занятие с этим же репетитором желательно которая бы восполнила и подняла вашу личность вашего ребенка на еще более высокий уровень как это сделать например Василий Александрович Сухомлинский предлагает следующую методику и вот мы как раз подошли немножечко к этой методике это первый том Василия Александровича Сухомлинского в котором говорится что если ребенок не успевает по предмету нужно найти занятие практического уровня в котором ребенок прекрасно себя чувствует и показывает отличные результаты в этом случае что происходит и что произойдет ваш ребенок получит удовлетворение от своей работы от своей деятельности ребенок будет спокойно относиться к своим спокойным продвижением по предмету в котором у него затруднения и в третье ребенок будет интересоваться знаниями даже в той области где у него слабая сторона итак для репетиторов на заметочку найти занятие возможно не связанное с математикой а именно связано с эмоциями с музыкой с архитектурой с живописью с дизайном с чем угодно то что касается эмоционального проявления там где силен ребенок и найти ему такое поле деятельности равнозначное уроку математики там где ребенок будет просто летать в своей фантазии и показывает реально действительно свой талант и свои природные способности на сегодня у меня все до новых встреч желаю вам успехов и быть довольными своим талантом до свидания в следующей встречи Продолжение следует...